В эфире новостная программа Арцах. Генерал-майор Андрей Волков возглавит российский миротворческий контингент в Арцахе. Национальная академия наук поддержит развитие науки в Арцахе. Об этом и о многом другом более подробно. МИД Арцаха выступил с заявлением в связи со вчерашней агрессией вооруженных сил Азербайджана против мирных граждан Республики Арцах, в котором, в частности, говорится, подобные действия являются проявлением антиармянской и нацистской политики, проводимой в Азербайджане на государственном уровне, которые миролюбивые заявления власти Азербайджана не имеют ничего общего с реальными террористическими и экспансивными целями, которые преследует эта страна в отношении Арцах, армянского народа и региона. Агрессивное поведение Азербайджана с момента прекращения боевых действий является грубым нарушением достигнутых договоренностей, норм международного права, принципов гуманности и направлена на запугивание общества Республики Арцах, а также срыв деятельности российской миротворческой миссии. Мы считаем необходимым еще раз подчеркнуть, что подобными действиями Азербайджану не удастся расшатать решимость арцахцев жить и созидать в Арцахе, для которых категорически неприемлем какой бы то ни был статус в составе Азербайджана. Мы и дальше будем развивать и укреплять нашу родину, говорится в заявлении МИД. Вчера вечером МВД Арцаха сообщило, что азербайджанцы закидали машину армянского водителя вблизи Шуши. Азербайджанцы совершили провокацию на дороге Степанакерт-Ереван возле Шуши и камнями закидали машину Ниссан Тиана. В результате повреждена передняя часть автомобиля. Полиция МВД Арцаха проводит проверки в связи с инцидентом. Арман Татуян сообщил, что на участке Степанакерт-Шуши несколько азербайджанских военных угрожали оружием, бросали камни в автомобиль 31-летнего жителя Ларийской области, в котором находились также его супруга и ребенок. Авто повреждено, ущерб составил более 400 долларов. Обсман отметил, что инцидент в очередной раз доказывает, что азербайджанские вооруженные силы не должны находиться в непосредственной близости от сел и на дорогах Армении или Арцаха. Само их присутствие нарушает право на жизнь и безопасность. В этот же день в 17.00 в азербайджанской радиополиции поступило сообщение, что вооруженные силы Азербайджана на протяжении примерно 15 минут вели интенсивный огонь из различных видов стрелкового оружия в направлении четырех гражданских лиц, которые проводили сельскохозяйственные работы в гранатовом саду на территории села Нахидживаник, в том числе и с применением трактора. Огонь был остановлен при посредничестве российских миротворцев, а граждане Арцаха эвакуированы целыми и невредимыми. Частично повреждена сельскохозяйственная техника. Об этом сообщает МВД Республики Арцах. Омбусмен Арцаха Гигам Степанян на своей странице в Facebook вчера написал, что последние дни стрельба с азербайджанских постов была особенно интенсивной, отметив, что тем самым азербайджанцы пытаются запугать мирных жителей, продолжают свою политику изгнания армян. Вместе с генеральным прокурором Гургеном Нарсисяном он вчера посетил общины Кармешука и Тававард Мартунинского района Республики Арцах для сбора фактов о произошедших вчера обстрелах в направлении отмеченных общин и их последствиях. С точки зрения безопасности и надлежащей защиты прав народа Арцаха, решающее значение имеет немедленный вывод азербайджанских вооруженных баз из окрестностей мирных населенных пунктов, говорится в заявлении омбусмена Арцаха. Президент Республики Арцаха Раик Арутюнян созвал расширенное рабочее совещание, посвященное вопросам увеличения доходов и расходов государственного бюджета. Об этом сообщило Главное информационное управление аппарата президента. Говоря о налогово-бюджетной политике, глава государства отметил, что в связи с социально-экономическими и гуманитарными проблемами в послевоенный период для малого и среднего бизнеса установлен мягкий налоговый режим и ряд льгот. И в указанных условиях государство ожидает от всех хозяйствующих субъектов безоговорочной налоговой дисциплины. Президент Арутюнян поручил ответственным лицам сферы ужесточить механизмы ответственности в случае нарушения налоговых правил, подчеркнув необходимость обеспечения доходов государственного бюджета на должном уровне в 2022 году. Он также отметил, что параллельно с ужесточением механизмов государственного контроля особое внимание будет уделяться обращениям, поступающим от граждан и прозвало население сообщать о соответствующих злоупотреблениях по горячей линии соответствующие органы, тем самым усиливая общественный контроль за системой государственного управления. По предварительным данным, в 2021 году в госбюджет Республики Арцах поступило 34,242 миллиона драмов налоговых поступлений и сборов, превысив запланированный показатель в 23 миллиона драмов. Это на 48,9% или на 11,242 миллиона драмов больше. Об этом сообщил Комитет государственных доходов Республики Арцах. Собранные доходы по сравнению с тем же периодом прошлого года не перевыполнены на 28,3% или меньше собрано 13,511 миллионов драмов. 26,646 миллионов драмов или 77,8% от суммы налоговых поступлений и сборов, уплаченных в государственный бюджет, было обеспечено за счет крупных налогоплательщиков. В рамках программы по возврату суммы налогов, уплаченных с целью компенсации предпринимательских кредитов и процентов налогоплательщиков, за счет поступившего в бюджет налоговых доходов в декабре, был произведен возврат на сумму около 193 миллионов драмов, а в течение всего года на сумму 852,5 миллионов драмов, говорится в сообщении. Новым командующим миротворцами Российской Федерации в Республике Арцах станет генерал-майор Андрей Волков. Об этом сообщает спутник Армения с сосылкой на источники в Степанакерте. Замена командующего производится в рамках плановой ротации, начата процедура приема передачи дел. В настоящее время Андрей Волков является начальником войск радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа Минобороны Российской Федерации. Он был заместителем командующего российским миротворческим контингентом в Арцахе с ноября 2020 года по май 2021 года, когда миротворца возглавлял генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Также отмечается, что с сентября 2021 года пост командующего российским миротворческим контингентом в Арцахе занимал герой России генерал-лейтенант Геннадий Анашкин. Военнослужащие российского миротворческого контингента уничтожили боеприпас для реактивной системы залпового огня, обнаруженный жителем Аскеранского района Нагорного Карабаха в ходе проведения земельных работ. Об этом уже сообщают из Минобороны Российской Федерации. Президент Казахстана Касым Жомарт Какаев во время выступления в парламенте заявил, что вывод миротворческих сил ОДКБ из страны начнется через два дня и займет не более 10 дней. Он отметил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане успешно завершена, ситуация стабильная во всех регионах. Как передает ТАСС, министр обороны Российской Федерации Сергей Шагу заявил, что коллективные миротворческие силы ОДКБ завершат свою миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки в этом Центрально-Азиатском государстве. По его словам, в настоящее время миротворческие силы ОДКБ выполняют задачу по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов на территории Казахстана. Президент Казахстана ТАКАев подписал указ о назначении Алихана Смаилова премьер-министром страны. Ранее парламент единогласно одобрил его кандидатуру в качестве главы Кабмина. Решение об отправке сил Организации договора о коллективной безопасности в Казахстан необходимо было принять. Предотвратив террористическую угрозу, удалось избежать серьезных проблем не только в этой стране, но и в других. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Госдумы России Вячеслав Володин. Депутат отметил, что для ОДКБ произошедшее можно считать новым этапом развития. Организация показала, что в состоянии эффективно решать непростые задачи. Министр обороны Армении и секретарь Совета министров обороны ОДКБ Сурен Попекян провел вчера телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу. Сообщили в Минобороны Армении. В ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация в Республике Казахстан, а также вопросы, связанные с реализацией решений Совета коллективной безопасности ОДКБ, Совета министров обороны и деятельностью коллективных миротворческих сил ОДКБ. Стороны также обменялись мнениями о принимаемых мерах. Заместитель министра обороны Армении Арман Саркисян, комментируя инцидент с обстрелом окрестностей села Вериншоржа, сегодня в парламенте заявил, что провокации инцидента на границе были и могут произойти снова. 8 января сообщало, что вооруженные силы Азербайджана произвели выстрелы в направлении участка государственной границы у общины Вериншоржа Геракунинской области Армении. Он оценил обстановку на границе как не столь напряженную и подчеркнул, что Минобороны не скрывает сведений, а сообщает всю информацию. Нужно лишь следить за официальными сводками, сказал Саркисян. Он также отметил, что отправка армянского миротворческого контингента не влияет на ситуацию на границе с Азербайджаном. По его словам Минобороны, функции будет осуществлять контингент армянских миротворцев в Казахстане, должен защищать важнейшие объекты и будет находиться там ограниченное время. Глава МИД Армении Арарат Мирзаян обсудил вчера по телефону ситуацию в Казахстане со своим польским коллегой с Бигневом Рао. Как сообщила прислужба МИД Армении, Арарат Мирзаян представил позицию армянской стороны по этому вопросу, отраженную в заявлении внешнеполитического ведомства Армении от 6 января. Коснувшись вопросов региональной безопасности, Мирзаян подчеркнул важность мирного урегулирования Нагоруно-Карабахского конфликта под мандатом сопредседательства Минской группы ОБСЕ, подчеркнув содействие Польши как сопредседательство его ОБСЕ страны. Собеседники также коснулись и решения актуальных коммунитарных вопросов, в частности работы по возвращению армянских военнопленных и других удерживаемых лиц. Судебное заседание по уголовному делу в отношении армянских военнопленных Ишхана Саркисяна и Владимира Рафаэляна состоялось в Баку. Они обвиняются в незаконном пересечении границы в мае 2021 года и минировании путей снабжения подразделения Минобороны на Карвачарском направлении. Также отмечается, что судебный процесс по делу армянских пленных продолжится 24 января. Сердар Кылыч окончательно назначен с предпредставителем Турции по нормализации отношений с Арменией. Указ подписал Эрдуган в преддверии первой встречи посланников, которая состоится 14 января в Москве. Также сообщается, что Ереван в процессе будет представлять вице-спикер Рубен Рубинян. FlyOne Armenia и Pegasus Airlines получили разрешение Комитета гражданской авиации на осуществление полетов Ереван-Стамбул-Ереван. Об этом сообщила пресс-секретарь министра территориального управления и инфраструктуры Республики Армения Сона Арутюнян. Секретарь Совета безопасности Республики Арцах Виталий Баласанян с сердечным приступом вчера был госпитализирован. Баласаняна перевезли из Арцаха в Ереван, он находится в медицинском центре Эребуни. Директор медицинта Эребуни Микаэл Манукян, где находится чиновник, спутник Армения сегодня сообщил, что состояние здоровья секретаря Совета безопасности Республики Арцах нормальное, в операции он не нуждается. В Национальной Академии Наук Республики Армении состоялась встреча с министром образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах Лусине Караханян, в ходе которой она вчера наградила президента Национальной Академии Республики Армения Ашота Сагяна видалью «Апостол Света» Министерства образования и науки Арцаха. В ходе встречи были обсуждены перспективы расширения и развития сотрудничества между научными и образовательными организациями Арцаха и Национальной Академией Наук Республики Армения. Руководители научно-исследовательских организаций выступили с четкими предложениями о сотрудничестве. Было предложено организовать стажировки молодых ученых Арцаха в институтах Национальной Академики Наук Республики Армения, чтение лекций в Арцахе ведущими армянскими специалистами, а также выездные сессии и конференции в Арцахе. Семьи 16 погибших и пропавших без вести в 44-дневной войне солдат пока не получили компенсации. Как отметил депутат от гражданского договора Гайк Саркисян, это связано с проблемами в законе. По его словам, сейчас выплаты получают либо супруг, либо дети, либо родители погибших. Есть случаи, когда таких родственников не нашлось и никто компенсацию не получил. Так и произошло с 16 семьями. Предлагается дополнить закон и включить число бенефициаров, сестер и братьев военнослужащих. В Арцахе выявлено два новых случаях заражения коронавирусом. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Арцах, вчера было проведено 90 тестов. От коронавирусной болезни на данный момент стационарное лечение получают 55 пациентов. Врачи оценивают состояние 16-ти как крайне тяжелое, 30-ти как тяжелое. В том числе и молодые люди. Больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях. Наш эфир подошел к концу. В заключении выпуска послушайте информацию о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра 12 января на территории Республики будет переменная облачность без осадков. Ветер западный 2,5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1,5, днем 10-14 градусов тепла. Дорогие радиослушатели, в студии работала Ольга Григорян. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова